Добрый день! В эфире программа «Мое слово». С вами я, ведущий программы Юрий Мацарский. С удовольствием представляю сегодняшнего гостя. Игаль Левин, ветеран армии обороны Израиля, сооснователь Центра изучения повстанческих движений. Игаль, привет! Рад тебя видеть и слышать. Душкуляй аллергии. Спробуй Эдем. Эдем. Вычуй життя без аллергии. Привет, Юра! Я вот тебе заранее сказал, что хочу поговорить с тобой об Антифа. Да, говорим мы об этом, естественно, не просто так, а потому что, например, Дональд Трамп требует признать Антифа вот как явление экстремистами. Он обвиняет именно сторонников этой идеологии в том, что они стоят за грабежами, за беспорядками, которые вот вспыхнули в Соединенных Штатах Америки после протестов антироссийских, подчеркиваю это слово, протестов. Скажи мне, пожалуйста, мне кажется, что Дональд Трамп не до конца понимает, что он имеет в виду, когда требует признать Антифа экстремистами. Ведь нет какой-то такой единой организации, которая бы присвоила себе название Антифа. Это такое вот большое количество, скажем так, формальных и неформальных объединений, часто вообще никак не связанных друг с другом. Или все-таки есть какое-то объединение с понятным лидером, с понятным уставом, который сейчас можно было бы назвать Антифа? Ну, насчет Дональда Трампа, я вообще думаю, относиться всерьез к его твиттеру, к твитам, это такое еще дело, на самом деле, и насчет того, что он там понимает или не понимает. Я напомню, что когда они тогда покидали север Сирии, американские войска, и курды, которые, кстати, по приказу Трампа помогали курдам американцы, возмутились, что их оставили на съедение туркам фактически. Трамп в своем твиттере заявил, а где курды были, когда они там высадивались в Нормандии? То есть, как бы, относиться всерьез к твиттеру, как бы, Трампа, это такое дело. Вот, насчет Антифы, ну, во-первых, нужно просто понять, что Антифа, как ты правильно сказал, это название зонтичное, как бы, вообще явление. То есть, Антифа, это сокращение от антифашизма. Любой, кто выступает против антифашизма, против фашизма, против фашизма выступает тот фактически антифашист, то есть Антифа. И это может быть какой-нибудь социалист-радикал, это может быть какой-нибудь сталинист, это может быть какой-нибудь анархист, это может быть даже и демократ, и либерал. И более того, это может быть такой монархист-консерватор, даже человек в правых взглядах, потому что были монархисты, были консерваторы, которые выступали против фашизма, были националисты. Например, в антифашистском фронте в Испании были националисты, например, баски националисты, которые выступали против фашизма, франкизма и так далее. И они что, какие-то леваки, они что, какие-то анархисты? Нет, они националисты-консерваторы, монархисты вообще и так далее. И монархисты, кстати, фашистов именно сто лет назад вообще очень так жгуче не любили. Ну, я сейчас не буду вдаваться в эти все нюансы. В Европе. Но где еще могли быть монархисты тогда? В Европе где-то, да? В Центральной Европе. Юра, погоди. Да, я про Центральную Европу, не про США сейчас. Я просто говорю к тому, что антифашистами были очень многие и могут быть многие. То есть, если ты выступаешь против фашизма, ты антифа. При этом ты можешь быть кто угодно, опять же, от какого-нибудь монархиста-консерватора до анархиста-радикала и так далее. Вот. Тербин появился в начале 30-х годов от Сталинской коммунистической партии в Германии. В Германии. Да, Тельман и компания, все вот это вот. Тогда как раз фашизм именно в Германии поднимал свою голову, то есть национал-социализм. Понятно, да, любители как бы разбираться в сорта говорят, что национал-социализм это не фашизм и всякое такое и так далее. Но под фашизмом имеется в виду как бы авторитарную корпоративную диктатуру с усилением роли государства, милитаризации и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Затыкание ртов, отсутствие свободы, всякого такого и так далее. Так вот. После этого, ну это было начало 30-х. В 33-м году пришли нацисты в власть и разогнали там всех, потому что не осталось никаких других течений. Так этот термин перекочевал куда угодно от Испании, где была война с франкистами, была гражданская война, до Израиля, где евреи, которые страдали от нацистов в первую очередь, левые евреи, те, кто создали государство Израиль, тоже там у них было движение антифашизма, целые конгрессы эти, как сказать, ну да, конгрессы собирали по этому поводу, что вот мол антифашистское движение против фашизма в Европе и так далее, и так далее. Назвали это антифа, потому что это просто сокращение. И на протяжении всего 20-го века именно этот термин и обозначал именно антифашизм. Например, когда были студенческие протесты во Франции, знаменитый май и так далее, и в 68-м году, и 80-е годы, и 90-е, и любые протесты, те или иные. И сейчас в США у нас есть протесты, которые такие прямо, ну, на уровне почти бунты, и там тоже для себя дали знать антифашисты, всевозможные взгляды, что бы это ни означало. И это при этом одновременно с этим не говорит, что это какие-то хорошие люди, плохие люди, что это, ну и так далее. То есть это просто определение термин. Это люди, которые выступают против фашизма. Теперь, что они понимают там под фашизмом и антифашизмом, это уже отдельный вопрос и так далее. Но по большому счету, если сейчас я, например, где-то там буду выступать активно против фашизма, я антифа. Если ты, Юра, будешь где-то активно сейчас выступать против фашизма, как бы ты себя ни называл, тебя могут написать в СМИ про тебя, смотрите, вот Юрий Мацарский там-то, там-то, вот он антифа. Почему? Потому что он против фашизма выступает, ну ты на митинге, допустим, уже где-то, не знаю, и так далее. Более того, я скажу, Россия, вот мы до этого, я до этого упомянул про термин фашизм, да, вот это вот у нас диктатура, милитаризация, отсутствие свободы слова и так далее, мы видим, что Россия очень похожа современно, ну, к определению фашизма. И по сути, Украина, которая воюет с Россией, по факту тоже антифа, фактически, все ЗСУ это антифа, потому что они воюют с фашистской Россией и так далее. Ну просто это как бы, так сказать, тут немножко другие коннотации других терминов. Я тебя сейчас перебью, но при этом смотри, Россия-то активно использует вот свой имидж, старательно выстраиваемый в том числе и при помощи симпатизирующих ей западных медиа, как страны, победившей фашизм, и теперь это оправдывает любые действия. Если она с кем-то воюет, если она против кого-то выступает, значит, это фашисты. Значит, вот они защитники антифашистских ценностей. Как это вообще возможно? Расскажи мне, пожалуйста. Может быть, я не представляю, как это, где можно прописать, каким образом можно дать понять людям, что если ты когда-то победил фашизм, то это не значит, что ты сейчас не стал фашистом. Ну, слушай, используют какую-то риторику, но это вообще не новое абсолютно. Опять же, я упоминал национал-социалистов, я понимаю, что приведите Гитлера в пример этот дурной тон, но просто тут невозможно без этого. Режим в Германии читался социалистически. Флаг у них был красный, Гитлер называл социалистом, стояли даже какие-то там, я знаю, видел монументы у входов на фабрики, где там говорилось капитализм, это там самая страшная, ужасная форма, и цитата в Гитлере и так далее. Ну, то есть, использовалась абсолютно социалистическая риторика. При этом, ну, сказать, что там был социализм, ну, это как бы смешно и так далее. Иначе, ну, мы вообще скатываемся к какому-то, ну, вообще полному бардоку с определениями и так далее. То есть, Россия, да, естественно, никто не хочет называть себя фашистом. Никто не хочет себя называть диктатором после всего вот этих вот плеяды диктатур, там, да, вот Буссолини, Франко, Гитлер и так далее. Стал дрыным тоном. Сегодня диктаторы называют себя президентами. Ну, какой-нибудь там же ассад, который диктатор, называет себя президентом. Кадахи вообще себя никак не называл. То есть, вообще был как бы такой... Товарищ, он был товарищ Кадахи. Товарищ, да, товарищ. Хороший титул. Вот. А Путин тоже президент, как бы, и так далее. Там обнуленный, не обнуленный, ну, президент. То есть, никто, ну, империя называется федерацией. То есть, опять же, поменяли обертку на красивые такие названия. Естественно, теперь экспансия, война и так далее называются антифашизмом. И это логично, потому что у нас все постсоветское пространство, околосоветское пространство, все какие-то нелояльные, неудобные режимы, которые выходят из робитой РФ, как так же там Грузия, Украина и так далее. Ну, их просто называем фашистами. А фашизм это такое архизло, потому что деды воевали и их победили. Победили фашизм и так далее, дошли до Берлина. И все, это развязывает руки абсолютно. А там просто могут уже просто ехать целые когорты неонациков, как бы, нацистов. Вот, так недавно, вагнеровцы, так называемые, да, понятно, что там, это зодчатное такое название сейчас в СМИ, как бы, российских частных военных компаний. Но вот из Ливии побежали там разгромленные и поставляли кучу неонацистских всяких графиков на мечетях и так далее. Ну, то есть, ну, Россия использует в нее нацистов, нацистов там проводит. В Санкт-Петербурге съезды ультраправых нацистов там и так далее, вот, там, сторонников белой расы и всякое такое. То есть, по факту, ну, это фашистское такое, может быть, даже нацистское, как бы, российское, по сути, вот, государство. Ну, фашистское, скорее, в первую очередь, российское в меньшей степени. И даже используют и культуру антифашизма, ну, просто вот у них это центральный миф, когда вокруг которого сейчас Путин выстраивает свою власть. Это тут Великая Победа, вот, это Советский Союз, как империя, что это все-таки трагедия. Трагедия в Советском Союзе, что он развалился, по мнению Путина, это не потому, что, там, вот, коммунизм, социализм, это все вот развалилось, а потому, что русские люди оказались разделены, там, вот, он, я сам, например, говорил открытым текстом, русские люди оказались разделены, там, границами и государствами и так далее, и так далее. В этом трагедия развала Советского Союза, вот. Поэтому, возвращаясь обратно к нашей теме, как я уже сказал, тот, кто воюет против фашистской России, тот тоже, по сути, антифакт, то есть, даже те ультраправые в Украине, которые не любят антифакт, но которые воюют против России, против фашистской России, по сути, тоже антифакт, которые тоже воюют против фашизма. Опять же, антифакт не название организации, это не название какой-то конкретной группировки, это не название каких-то конкретных вот черных погромщиков, или каких-то там анархистов, радикалов и так далее. Я же говорю, даже националисты, монархисты, и я сейчас скажу даже больше, самое смешное, часто борьба может объединять вообще людей необъединяемых. В свое время, когда пришли к власти, к власти пришли то ли в Италии, то ли в Испании франкисты, то ли в Италии фашисты, короче говоря, к партизанам-антифашистам присоединились любители порно. Знаешь почему? Нет. Потому что в те времена порно смотрели в кинотеатрах, как бы таких, и фашисты закрыли эти кинотеатры с порно. И им приходилось ездить во Францию смотреть порно, это долго и сложно, и так далее. И они как бы присоединились к антифашистам, бороться с фашистами, чтобы им разрешить сломать фашистский режим и заняться своим любимым занятием, как бы открыть кинотеатры с порно. То есть эти люди тоже, по сути, были антифашистами, потому что они сражались с фашизмом тоже и так далее. Но они абсолютно были не социалисты, не левые и так далее. У них даже не политические были, не политические мотивы борьбы с фашизмом были. Мягко говоря, совсем не политические. Да, да, не политические. И вот это самое интересное, что, как бы, понятное дело, что фашизм, политическая идеология, если ты выступаешь против нее, то ты, как бы, ну, это политическая адженда. Но, опять же, антифашизм, это в первую очередь идея о том, что ты выступаешь против фашизма. То есть эти люди тоже были антифашисты. Более того, там есть все какие-то могилы партизанам-антифашистам, братские могилы. Ну, если там эти любители порнов вполне могут быть, как бы, их там не будут отдельно писать через черточку. Так, тут погибло пять идейных социалистов-итальянцев и еще трое любителей порнов, но они не были политическими. Ну, они против фашизма сражались. Вот, и... А то, что там Трамп говорит и так далее, ну, серьезно, относится к твиттеру Трампа. Ты видел, что этот сумасшедший пес Мэттис, генерал Мэттис, заявил? Ну, понимаешь, человек-консерватор, человек-генерал, человек, который, ну, реально к революционерам любым относится плохо. И он сказал, ну, Трамп, ты больной ублюдок, в большом счете, какую армию использовать? Это протест, и люди имеют право протестовать армию США для того, чтобы защищать США извне, как бы, действовать, а не внутри, как бы, и так далее, против использования армии, и так далее, все эти вот темы. Ну, что, у нас Мэттис тоже антифа получается, и так далее. Ну, то есть, это, ну, ахинея, и Трамп ведет себя абсолютно, как бы, неуклюже, вместо того, чтобы, вот, Белый дом, Белый дом ведется, как настоящий террорист себя ведет, вместо того, чтобы просто осудить это на официальном уровне, на уровне Трампа. Не просто сказать, что, типа, был КСС, убили, там, этого, Джорджа Флойда, и так далее, да, там, тут полицейский поднес наказание, и так далее. А сказать, что, да, да, такая проблема есть, то, и там все есть, и так далее, структурно. Вот, он еще больше, как бы, подливает масло в огонь. Он говорит, ага, вы антифа, мы вас террористами назовем. Ну, так и просто люди выйдут еще больше на протесты. Давай прервемся сейчас на несколько минут на рекламу и новости, а потом продолжим с тобой этот разговор. Напоминаю, Игаль Левин, гость сегодняшней программы «Майя слова», ветеран армии обороны Израиля, сооснователь Центра изучения повстанческих движений. Скажи мне, пожалуйста, Игаль, а вот то, что происходит сейчас в Соединенных Штатах Америки, по крайней мере, вот на значительной территории США, можно назвать повстанческим движением, можно ли назвать происходящее сейчас, в том числе, например, столкновение с представителями служб правопорядка, назвать восстанием? Или это пока еще укладывается в какое-то другое определение, но не восстание? Нет, это не восстание, однозначно, даже близко, хотя бы как минимум потому, что тут нет политической какой-то все-таки цели, именно организационной. То есть повстанчество, то есть одна из идей, это все-таки вооруженная борьба, это вооруженная борьба с какой-то точной политической аджентой. Здесь борьба не вооруженная, хотя есть много фотографий там люди с оружием, как и те, кто пытаются остановить погромы, как и те, кто пытаются остановить грабежи и так далее, и так далее. Вот, так и просто там люди повыходили с оружием по принципу, ну, демонстрации, грубо говоря, силы, то есть у меня есть ствол, не приближайся. Это протесты. Это действительно протесты в своей массе. То, что там СМИ-то раздувают, что там это погромщики и всякое такое, погромы и грабители, это буквально очень маленькое число от общих всех протестов. Если внимательно посмотреть на карту США, по всем этим городам. Протесты, которые иногда выходят немножко за рамки и фактически переливаются в такие бунты. То есть это можно назвать бунтами, да. Но это все-таки в своей массе, это все-таки протесты. Причем протесты в рамках, в рамках все-таки системы США, то есть так или иначе, полиция контролирует это. Более того, есть места, где полицейские перешли на сторону протестующих. И есть вот США. Были такие места. И вот вся эта истерика, которая на славянском просторах, на постсоветском пространстве, еще там вот черные и там вообще негры офигели и там то и сё, и погромы и так далее, но это все раздуто. Это раздуто или расистами, или СМИ. Потому что по факту грабители и мародеры, да, и так далее, это вещество. И тут нужно понимать, что любой бунт, любой бунт и любые стихийные протесты, спутник этих бунтов всегда будут погромщики и грабители. А у революции или восстания, ты про повстанчество от этого спросил, это тем более, то есть когда происходит восстание или революция, там там тем более, там столько всплывает всего наверх, что, господи боже мой, это, да, такой вот, как сказать, бунт, да. Обязательный атрибут происходящего. Скажи мне, пожалуйста, а что должно произойти для того, чтобы эти бунты прекратились? Есть ли какое-то, я не знаю, действия властей, есть ли какой-то, может быть, законодательный аспект, то есть необходимо принять какой-то такой закон, который успокоит протестующих, который там положит конец бесправию части населения США и так далее. Или все-таки здесь более сложная, более комплексная история? Нет, закон точно нет, потому что расизм в США, хотя сегодня, понятно дело, это у нас не то, что было 100 лет назад, не то, что было 50 лет назад, хотя еще 50 лет назад были дискриминационные законы в США, то есть была сегрегация строгая, как бы чернокожего и белокожего населения, всякое такое. Буквально еще только 80 лет назад чернокожих не брали в армию, причем там было определение, почему их не брали в армию. То есть, помню, когда их начали брать, оставалось определение, что чернокожие, они более трусливые, более то-то, чем белые. То есть офицерам и командирам нужно доучить. Это в 20 веке. Подожди, так, в Первую мировую воевали же чернокожие в составе армии США. Да, я тебе говорю, когда их начали брать, оставалась такая ремарка для командиров и офицеров. То есть из них были отдельные отряды, обособленные. Вот, и, например, во Второй мировой войне было впервые отряд пилотов, именно отдельно чернокожих, то есть отдельно других белых пилотов. Кстати, они хорошо воевали. Сработал момент, что вот они говорят, что мы там трусы и так далее, и внезапно эскадрилья с чернокожими пилотами очень хорошо отличилась, позбивала им дофига немцев. Ну и сыграл еще тот момент, что они понимали, что немцы, немцы как бы, какая политика в Германии в то время, и это давало им мотивацию этих немцев сбивать, чернокожие пилоты. Так вот, и сегодня никакой закон особо ничего не поменяет, потому что, что нужно понимать, если бы не карантин с коронавирусом и так далее, вряд ли бы эти протесты были. То есть это накопилось у людей внутри, накопилась такая социальная напряженность. Нужен вот повод, нужна была искра, которую людей выкинет на улице. И вот убийство Джерджа Флойда, это оказалось такой искрой. Это не то, что полицейское насилие по отношению к чернокожим, это структурное явление в США. Джердж Флойд не первый. Просто его сняли на камеру, где он драматически говорит, я не могу дышать, его прямо одушат, и вот он умирает. То есть это такая прямо красивая картинка, прямо как в фильме, как, не знаю, всяких-то этих комиксах, какой-нибудь Гаймура и так далее. Да, вот прямо так вот все показано. И американцы, я не просто так упомянул комиксы, американцы, выросшие на всей этой культуре, героики и так далее, и чувство справедливости, они вышли на улицы. Это не только черные, и это не только там афроамериканцы, это не только какие-нибудь там, не знаю, антифа, да, погромщики. Там и белых вышло целая куча, дофигища людей повыходило на протесты. Если посмотреть протест, там очень много людей с белой кожей и так далее. То есть очень многие повыходили, даже там особо не вникая, опять же, весь кейс с Джерджом Флойдом. Их не интересует, были у него судимости, не было у него судимости. Это не имеет значения, потому что проблема структурная. Если не Джердж Флойда, другого вы как бы чернокожего убили. Если не другого, то третьего там и так далее. И социальная напряженность, долги, которые возрастают у людей из-за карантина и безработицы. Потому что, ты знаешь, безработица в США была самая высокая вот сейчас, эти полгода, ну за последние 50 лет, если не больше. И это экстраординарная ситуация для Соединенных Штатов Америки. И, понятное дело, что это повлияло на людей нехило так. И протест – это всегда способ дать всему этой энергии, которая накопилась, вырваться наружу. Белый дом, не про закон идет речь, Белый дом мог бы, помимо того, что сказать, что они обсудили этого полицейского конкретного, сказать, что да, есть структурная проблема, да, вот там день памяти, вот там день то-то-то, всякое такое. Да, мы там создадим какой-то в полиции отдельно комитет по контролю над конкретно насилием по отношению к чернокожим. Потому что да, и по статистике известно, что несмотря на то, что чернокожие большинство в США, количество насилия полицейского к чернокожим, оно выше. Но вместо этого Дональд Трамп решил бороться с антифа, как мы только что выяснили, не до конца даже понимая, что это такое и что конкретно он собирается запрещать, против чего он собирается бороться. К чему приведут такого рода действия? Или это все ограничится только, как это часто бывает, декларациями, обещаниями, угрозами и так далее? Ну, это ограничится декларациями, угрозами и так далее, потому что, ну, как минимум, чтобы запретить антифа, запретить невозможно. Ну, это как? Вот он сейчас запретит антифа, а завтра какое-то будет движение людей, которые там где-то будут против фашизма выступать. Так они кто? Антифа, не антифа. То есть, если бы он называл организации конкретно какие-то, да, вот, допустим, тут какая-то там организация каких-то таких-то таких-то, вот здесь то-то-то, тогда, да, тогда понятно, логично, к чему он призывает и кого хотят запрещать и так далее. Невозможно запретить, как бы, идеологию, то есть, как бы, невозможно запретить движение. То есть, это как запретить, например, не знаю, систему взглядов, запретить христианство. Ну, как можно запретить христианство, как бы? Можно запрещать конкретные организации, какие-то христианские, всякое такое, но христианство невозможно запретить, как бы, запретить ислам, например, и так далее. Ну, мы хорошо знаем, что происходит, когда там пытаются запрещать системы взглядов и так далее. Но это абсурд, это бред, никто такого даже близко не говорит и так далее. А когда даже есть исламофобские всякие режимы какие-нибудь, они конкретно там запрещают строить мечети и запрещают всякие организации, которые, по их мнению, филированы с террористами. Но они не запрещают ислам как систему взглядов и так далее. Вот, это как запретить, не знаю, социализм, запретить, не знаю, вот в Европе, в парламенте, когда представлены правые и левые, запретить национализм, запретить социализм, запретить, не знаю, либерализм и так далее. Это же бред. Но ведь в Советском Союзе почти все это было запрещено и мы все помним, чем кончился Советский Союз. Да, конечно, но США не Советский Союз и не Северная Корея как бы. Все-таки там как бы открытое общество свободное, и вот протесты это показывают. То есть, ну, ты помнишь, что в Советском Союзе были протесты, когда, например, было встроение в Афганистан? Там в Москве вышло пару человек, их свинтили сразу. Да, Новодворская там была, насколько мне, если меня память не изменяет, Валерию Новодворскую там как раз арестовали и отправили на принудительное лечение в психушку. Вот, и то есть как бы не было протестов по всей Советскому Союзу. В Советском Союзе как бы это была тоталитарная страна, где люди просто ходили по струнке, по линеечке ходили, а в США это как бы абсолютно не этот вариант. Я говорю все-таки, когда сейчас говорю, что это невозможно, я говорю про демократически свободные страны. Понятно, что в фашистском режиме можно даже солнце запретить, можно летоисчисление, как в Северной Корее, там с нуля начать, или как там, где там коронавирусы запретили, в какой стране? В Туркменистане. Да, да, или как в Туркменистане можно просто запретить. Вот в Туркменистане, я думаю, он бы смог запретить антифак, потому что если он смог вирусы запретить, то мне кажется, ему там все законы природы, все законы мироздания ему подвластны. Но мы все-таки говорим про США, как бы. И если тут генерал, бывший генерал Морпев, Мэттис выступает и говорит, Трамп, ты поехал головой, о чем ты говоришь, делаешь, то мы видим все-таки, что речь идет о свободном обществе, и поэтому в свободном обществе запрещать систему взглядов, это нонсенс, бред, и этого просто произойти не может. То есть Трампу стоит ждать не снижения протестной активности, а наоборот, люди будут еще больше разозлены вот этими его подходами, люди еще больше будут взбешены, я предположу, его готовностью запрещать то, что он не понимает, вообще разбираться с тем, в чем он абсолютно не рубит, и это приведет к еще большей волне возмущения. А ты знаешь, я не знаю, на самом деле, я не жил в США, чтобы понимать, насколько там социальные бурления, они вот именно такие глубины, что они не прекратятся. Знаешь, протесты, с ними очень интересный есть момент, они вспыхивают неожиданно и также угасают очень неожиданно и резко, вспыхивают резко и угасают как бы резко. И вполне возможно, просто люди устанут и разойдутся по домам. Опять же, это не восстание структурное, где у нас есть центр с командирами, которым платят деньги, и они закидывают эти деньги там отрядом, и вооружаются, и покупают оружие, и вот ведут борьбу, и уже, грубо говоря, у отмостился жены, им некуда отступать, и они уже ведут даже борьбу, даже понимая, что они ведут борьбу отчаянную и бессмысленную, им просто отступать некуда, и они все равно ее ведут. Это не такая ситуация. Тут запросто протестующие могут разойтись по домам. Мы даже видим по количеству погибших и раненых, что в масштабах США, сотен миллионов жителей и так далее, это не то, что капля в море, это незаметно. Это не тот уровень. Если бы сейчас из-за полицейского террора погибло бы, не знаю, человек 100, 300, 500 американцев, тогда да, возможно, как раз все там люди, а ты знаешь, американцы сейчас очень вооружены, сейчас там все бы выходили с оружием, и белые, и черные. Кстати, там любят, опять же, на славянской просторе любят показывать про то, как выходят только белые с винтовками, но там и повыходили и черными с винтовками и так далее. Это точно так же останавливать и как и грабители, так и белые грабители и так далее, что грабят не только внезапно, афроамериканцы с тем черные и так далее, но и белые грабят тоже вполне нормально и хорошо. Вот как грабят грабители, а не люди с какой-то конкретной, как бы там цветом кожи и так далее. Так вот, и так как общество очень вооруженное, то запросто там можно перейти к какому-нибудь полному, ну там, ну, да я не хочу такие громкие слова говорить, ну да, вот то, что ты назвал до этого восстанием, а там как бы и до терроризма как бы полшага. Поэтому те полицейские, которые братаются с протестующими, очень правильно и мудро делают, потому что протест как в этом этапе просто гнев. И всякие-то люди пойдут по домам, пойдут на свои работы, пойдут в свои школы там учиться и всякое такое и так далее. Тем более после карантина им уже надоело сидеть дома. Если им надоело сидеть дома, это одна из причин, ну, очень как бы утрированная. Понятное дело, что расизм и возмущение это центрально, но это все-таки триггер. И, а, а, должен быть как бы какой-то вот все-таки запал. Вот, а этот запал, он как раз происходит, потому что люди могли бы сидеть дома. И, поэтому я не думаю, что вот прямо вот Трамп написал очередную глупость в Твиттере и все. И теперь тут у нас будет восстание и больше и больше людей будут идти на это. Давай еще одну короткую паузу для новостей рекламы. Игаль Левин, ветеран армии обороны Израиля, сооснователь Центра изучения повстанческих движений. Мы говорим вообще в широком смысле этого слова о протестных движениях, о бунтах, о революциях, которые идут сейчас в мире. Конечно, все внимание сейчас приковано к Соединенным Штатам, но, тем не менее, есть еще и, скажем так, застарелые, да, такие горячие точки. Вот Трамп сказал о том, что Антифа надо запретить, о том, что они экстремисты. С одной стороны, действительно, я согласен с тобой, что это какая-то странная глупость, что непонятно, что он собирается запрещать конкретно. Но, тем не менее, нашлись люди на достаточно высоких постах. Вот, например, советник турецкого президента Раджепа Таипа Эрдоганова, которого зовут Фахретин Альтун. Он сказал, да-да, все правильно делает господин Трамп, все правильно он запрещает. И надо бы запретить еще и заодно курдские отряды самообороны YPG, потому что они тесно аффилированы, тесно связаны с Антифа. И те, и другие террористы, и те, и другие мешают нам жить, мешают Турции развиваться так, как она хочет. И еще и постоянно вредят из-за сирийской стороны границы. Нам, скажи мне, пожалуйста, с одной стороны, всем известно, да, что, ну это не секрет, что огромное количество людей западного мира, в том числе левых, в том числе сторонников анархистских взглядов, действительно приезжают в Сирию, приезжали в Ирак для того, чтобы воевать, вливаться в эти курдские ополчения. Но, с другой стороны, правильно ли их равнять с террористами или все-таки здесь есть четкая граница? Ну смотри, опять же, что понимать по терроризмам, во-первых, и перед тем, как я скажу определение терроризма, нужно понимать, что разные страны, разные государства, разные структуры, такие надгосударственные, такие как ООН, например, и так далее, по-разному определяют терроризм. То, как определяет терроризм в Конституции Украины, например, и то, как определяет терроризм США, это разные определения. То, как определяет Израиль и то, как определяет ООН, это разные определения, внезапно. Но если все-таки отойти к чему-то такому самому обобщенному, что такое терроризм, то терроризм – это насилие или угроза насилия системная, которая повторяется, с целью посеять страх с политической целью. То есть даже не обязательно насилие, а угроза насилия. И тут важная еще ремарка добавляется к отношению к гражданским, то есть нонкомпотанту. То есть понятно, что когда один солдат сеет страх другому солдату, то это боевые действия. И тут действуют законы войны, правила войны и так далее. Но если у нас солдат начнет сеять страх среди гражданских, то тут получается вопрос, что возможно, да, речь идет о терроризме. И тут сразу много неудобных вопросов, что получается любая армия террористическая, потому что любая армия в современной войне, там, бомбит города, люди боятся, убегаются, как такое и так далее. Именно поэтому все государства более четко прописывают определение терроризма. Потому что иначе получается, что каждое государство по сути террорист, любое правительство террористическое. Потому что власть государства строится на монополии, монополии на насилие, и на том числе, чтобы сеять страх перед теми, кого он считает своими врагами. От преступников до политических каких-то движений и так далее. Из-за этого сложность термином терроризма. Терроризм это не так вот прямо такая палочка-выручалочка, с ним не так легко. Так вот, если сейчас перейти к Кардагану и так далее. В Турции уже не первые 10 лет, уже 40 лет идет война с апочистским движением, в широком смысле слова. То есть часто это называют рабочая партия Курдистана. Но это давно вышло за рамки рабочей партии Курдистана. Там есть сейчас и езидские отряды всякие и так далее, в Синджаре. То есть это все апочисты. Так вот, апочисты, да, это национально-свободительное движение, курдское. У них меняются по-разному там взгляду, то они хотели курдское государство, террасить курдскую автономию и так далее. Это все не имеет значения, потому что это курдское движение за право курдов говорить на курдском языке, за право курдов на свою автономию, за право курдов на свою культуру и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ну, это попахивает, по большому счету, просто расколом Турции и отколу от него большого куска, как бы. И, ну, с точки зрения Эрдогана и других консервативных элементов в Турции, протурецких, там, да, там даже есть наши про-османские, которые там мечтают о былой славе Османской империи, ну, это понятное дело, что это абсолютно, как бы, никакие ворота не лезет, вся эта вот курдская автономия и права курдов и так далее. Ну, с точки зрения турков, курды такие просто дикие турки с гор, которых нужно туркализировать и так далее. Так вот, и да, левые ездили на север Сирии, вот рожаво, да, помогать, помогать курдскому движению, национально-свободительному, но не только они, внезапно сейчас, мало кто знает, но это факт. Ездили и ультраправые, и нацисты, и не нацисты, польские неонации, прямо вот наши, 1-4-8-8, вот эти вот свастики, прямо именно не националисты, а именно нацисты приезжали, и вот с нашим центром мы про это копали, узнавали и так далее, вот, и это действительно так. Приезжали в Рожаву и сражались тоже. То есть у них мотивы другие были, у них мотивы были воевать с мусульманами, то есть с исламским государством. А курды самые эффективные силы, которые воевали с исламским государством. И курды, а курды, а курды, курды, сирийские курды дают оружие всем, и отряды, неважно кто ты, левый, правый, анархист, нацист и так далее, приехал, ты за нас, ты против исламского государства, отлично, вот тебе отряд, вот тебе винтовка. Вот, и у них там был свой какой-то польский отряд, но потом они уехали, они уехали в 18-м году, да, в 19-м их уже не было. В 18-м году они потом уехали, с 15-го по 18-й были. Они тоже антифа, получается, и так далее. Но опять же, понимаешь, вот у нас, допустим, берем режим Эрдогана, который фактически такой фашистский, это риторика курда, что это фашисты, то есть курды постоянно говорят, что Эрдоган фашисты и так далее. И, понимаешь, если делать не черно-белый, то примитивный, ага, есть вот Эрдоган, а это вот антифа, злые террористы, курды и так далее. А если мы смотрим глубже, мы видим, что это все намного сложнее, что этих неонациков мы можем называть антифой, как бы антифашистами. Ну, технически, да, если они воевали там против исламского государства, а исламское государство тоже фашистами называют, исламофашизм даже такой термин есть, то да, они как бы антифашисты по факту, вот технически сейчас. Ты до этого говорил, что эти любители порнографии, как бы они не политические. Ну, здесь, видимо, тогда вот это вот их особые вкусы политические, 1-4-8-8 и так далее, уходят куда-то на второй план, и по факту они воюют сейчас с исламофашизмом, как бы, и так далее. Вот, то есть, это еще раз подчеркивает к абсурдности, абсурдности. Ну, это авантюристы просто, и они захотели пострелять, и захотели, там, не знаю, почувствовать вкус крови. Единственное место для себя, куда они могли бы приехать и гарантированно получить эту возможность, это вот, это Сирия, это север Сирии, там, фронт с исламским государством, с другими какими-то группировками. Ну, вот, фактически, они туда и поехали, мне кажется, в этом все объяснено. Юра, я тебя разочарую, 95% людей авантюристы, потому что реально идейные фанатики, которые именно за идею идут, как бы, рисковать жизнью, это единицы всегда. Люди воюют, потому что это делают реально из-за каких-то, ну, объективных причин. То есть, там, семью, допустим, где-то, не знаю, увели, где-то там под Бангасом погибли родные и так далее. Идеология потом, да, это как бы такая настройка в голове, чтобы ты не чувствовал себя просто там банальным убийцей, чтобы ты не чувствовал себя, что вот сейчас ты рискуешь и можешь умереть, и просто так ты умрешь и так далее. Идеология помогает тебе, в отличном итоге, чувствовать, что ты не просто так это делаешь. Но мотивации, как правило, часто, во-первых, всегда нужно понимать, что воюет большинство, подавляющее большинство. То есть, всегда большинство бежит. Большинство и миллионы становятся беженцами. Люди не любят воевать, не хотят воевать. Мы, как вид, когда вот, там, хомо сапиенс и так далее, не любим воевать. Это просто показано эмпирикой. Люди всегда бегут от войны массово. Они не хватают булыжник, палку и все бросаются в бой. Они сбегают. Воюет большинство всегда. И вот в этом меньшинстве 90% всегда есть какие-то объективные причины, почему люди пришли воевать. Ну, если их там силы не согнали, конечно, это отдельный как бы разговор. Подневольная армия какая-нибудь. Но из этого вот меньшинства есть еще более подавляющее большинство реально идейных фанатиков, пассионариев. Это вот реально совсем там крохи. Так вот, ты говоришь, что это они просто поехали, да, там, кураж, оружие, повоевать с мусульманами и так далее, и так далее. Вот. Но с точки зрения всей курдской борьбы, это не имеет значения. Вот как и с испанцами, и с любителями порнографии до этого, да. Если бы этих польских неонациков, там где-то убило бы шахидмобилем, истанского государства, их бы похоронили с почестями, с другими интернационалистами, называли бы их интернационалистами, антифашистами и так далее. Курды их похоронили бы, и так бы они как бы это. И сами курды не говорили, вот у нас есть апачисты, и вот они антифашисты, а это конкретно отряд неонацистов польских, и идут просто так, типа, нет. Курды говорят, вот мы все тут ведем борьбу за новое общество, там, апачизм, ура, ура, и так далее, и так далее. Поэтому это не имеет значения. Ты лично, индивидуально, ты там зигомет, анархист, какой-нибудь, не знаю, там, коммунист и так далее, там, сталинист, просто демократ, или просто у тебя семью изнасиловали, убили, там, сестру ввели и так далее. И ты воюешь. Это индивидуальном уровне, да. И с тобой, если будут брать интервью журналист, возможно, это вскроется. Ну, как движение огромное от масс людей, когда у нас речь идет о, ну, в рожаве миллионы людей, на минуточку, как бы, сейчас живет. Там по разным оценкам, опять же, трудно почитать, так как там постоянно люди двигаются, но от пяти до семи миллионов, как бы, внезапно. И вот, говорит, что из этих семи миллионов людей, которые так или иначе мобилизованы, там, на борьбу с эстамским государством, есть конкретно пару неонациков из Польши, их выделять, ну, это абсурдно, это глупо. Вот. Потому что они в массе этих вот ополчений, ополчений курдских, да. И, кстати, не только польские и нацики, там и другие правые были, и немало. Просто раскручен, распиарен этот вот левый интернационалист, и рождается ощущение, и турки на этом делают акцент, что туда только леваки ездят. Там и другие правые были, и ездили не только польские, как бы, и не просто какие-то умеренные правые, там, числе и радикальные нацики, и так далее. Ну, секунду, извини, и чего тут удивляться, если Трамп, консерватор, любитель, там, этот, любимчик, альтрайдер и так далее, официально поддержал свое время и вооружил самым лучшим оружием сирийских курдов, там, от джавелинов до всяких там других ноу-хау. Вот я как раз к этому хотел подойти, что Трамп их вооружал, а теперь он борется с Антифа, его хвалит главная газета Куклакс-клана, его вообще хвалят самые разные расисты. Вообще, куда мир-то катится, расскажи мне, пожалуйста. Вообще, мы оказались в каком-то очень странном историческом моменте, когда все на свете перепуталось. Фашисты, антифашисты, нацисты, борцы с нацистами, национально-освободительные движения с движениями ультра-анархическими, вообще с требованием отказа от любой нации и так далее. Мы в какой исторический момент сейчас живем? Я бы не знал, что это какая-то особенная вещь. Американцы всегда помогают тем, кто готов драться, хочет драться и когда-то совпадает с интересами Америки. Какие взгляды не имеют значения? Я помню, когда они начали помогать курдам, мне кто-то написал, это впервые, когда американцы помогают коммунистам и так далее. Нет, это не так. В свое время Израиль построен социалистами. И когда Америка начала помогать Израилю оружием, это начало 70-х годов, Израиль это был такой прямо советская республика. То есть там были кибуцы, национализировано все, лейбористы у власти и так далее, и так далее, и так далее. То есть это прямо было рабочее государство с миллионами людей в профсоюзах, с абсолютно социалистической аджентой, с первомаями официально. Американцы начали помогать им еще до того, как это все, ну когда пришли неолибералы-классы, все это прикрыли, начали прикрывать и так далее. Они начали помогать Израилю, ну левакам по сути. Потом они помогали красным хмерам после того, как их вьетнамцы разбили, красные хмеры, людоедский режим полфота, тоже как бы там радикальные коммунисты, которые там маоисты, там Китай маоистским помогал, убежали в горы. И если американцы до того, как полфота и красные хмеры, до того, как они захватили Тномпень и захватили власть там в Камбодже, они их бомбили. А потом, когда вьетнамцы их разгромили Кампучию, и красные хмеры ушли в горы партизанить, их вооружали, поддерживали американцы. Это не просто уже какие-то там курды демократичные и так далее, это на минуточку красных хмеры как бы. То есть американцы будут поддерживать кого угодно, и правых, и левых, и черте, и анархистов, и так далее. Если бы это антифа абстрактная, которой Трамп так встревожился, воевал бы с врагами Америки где-то, он бы сказал бы, он живели на этой антифе, и так далее. То есть Трамп барыга, это нужно понимать. Он капиталист барыга, у него нет идеологии вообще, у него нет идеологии. Ну, он консерватор, понятное дело, и он рыночник, понятное дело, капиталист. Если говорить о идеологии капитализма, если у него есть, то да, это рынок и консерватизм. Но с точки зрения каких-то там социалист, сталинист, националист, это все как бы не про Трампа на самом деле, он даже не разбирается в этом все. Он разбирается в том, как делать деньги. И логика рынка, где делать деньги, это то, что твоим другом может кто угодно, кто угодно может твоим другом, если он соприкасается с твоими интересами. Я обслуживаю твои интересы. То есть, если рыночник, если капиталист начинает вот этот вот воротить нос, ага, с этим я дружить не буду, торговать не буду, потому что они там левые. У нас 10 секунд. Вот. Короче говоря, он барыга, и логика у него, грубо говоря, кто выгоден сейчас мне, с тем и будем дружить. Спасибо большое, Галь. Напомню, Галь Левин был гостем сегодняшней программы «Мое слово», ветеран армии обороны Израиля, сооснователь Центра изучения повстанческих движений. Благодарю тебя еще раз. Прощаюсь со всеми нашими слушателями и зрителями. Всего вам хорошего. Обязательно берегите себя.